Продолжение следует... 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 Было порядка 15 человек моих помощников, мы, я думаю, справились с делом, потому что новый проект сложно запускать, очень много нюансов, очень много необходимо учесть в перспективе в последующих проектах, то есть в последующих встречах, которые будут. Те люди, которые посетили нас, это не только Одесситы, есть гости из Киева, есть гости из Харькова, и я был приятно удивлен, и меня порадовали абсолютно мне незнакомые люди, архитекторы, дизайнеры, которые приехали из Кишинева. Они вызвались, их заинтересовал наш главный спикер, которым я, в принципе, вдохновился для того, чтобы проводить данное мероприятие. В последствии чего уже были наработки, наброски, я бы сказал, на перспективу. Я думаю, что данный проект, он будет не общегородским, он будет, может быть, даже национальным проектом, но моя миссия, которую, на мой взгляд, чтобы мне было бы интересно. Я Одессу вижу как курортным городом, я вижу Одессу как городом лета, отдыха, мероприятий разнообразных общественных. И хотелось бы, чтобы Одесса стала столицей украинского дизайна, и чтобы все мероприятия, связанные с архитектурой дизайном, выставками и встречами, проходили именно здесь. Следственно, и тот контингент, и те люди тех национальностей, которые в перспективе, я надеюсь, будут, это будет так же, как и в наполнении Одесс. Это огромное количество национальностей. Я думаю, что в перспективе он будет приглашать именитых и те, кто не только украинских дизайнеров Украины, может быть, постсоветского пространства, но и за границей. Мы над этим будем работать, я думаю, у нас все получится, и я верю в проектную работу. Следующий проект, когда планируете подобные запустить, если это будет серийное такое, как Вы говорите? Данные мероприятия не нужны ежемесячно. Пускай эти проекты будут пять в год, но это будет абсолютно, я бы сказал, бомба. Базируясь на сегодняшнем мероприятии, я для себя отметил, что подготовка должна быть тщательней, хотя мы провели огромнейшую работу, но курс-мажор никто не отменял. Поэтому я думаю, что в перспективе мы сделали действительно солидную, огромную встречу, которая будет не пять часов, как сегодня, а будет несколько дней. На мой взгляд, я думаю, что это получится, мои партнеры и помощники в этом помогут, тем более слаженная работа дает свои плоды. Я думаю, что следующая встреча будет через два-три месяца, и будет насчитывать не практически 150-200 человек, как сегодня, а будет полтысячи. Я в это искренне верю. Ты проводишь организующие мероприятия, такой форум, можно сказать, под эгидой марки своей компании, компании вашей студии «Мануфактура». И вообще расскажи нам про свою студию, что это за проект у вас такой, и кто в нем работает, и чем вы занимаетесь? Творческая мастерская или студия архитектуры и дизайна «Мануфактура» занимается проектированием и дизайном интерьера. Есть еще несколько сегментов, которые можно у нас заказать. Это графический дизайн, разработка фирменных стилей, это разработка в IT-сфере, разработка сайтов и оформления, а также мошен-дизайн, это разработка графических видеороликов, съемка. Это наши сегменты, которые являются, я могу сказать, что первичными, это второстепенные. Первоначально, конечно же, это проектирование и дизайн. Какое время вы находитесь? Мы до недавнего времени, у нас был офис, который начислял порядка 10 человек, но в силу фактора X, я бы сказал, его необходимо было закрыть. И на сегодняшний день работа производится в удаленной форме, и при необходимости мы встречаемся в каком-то определенном месте, заведении, не важно, для того, чтобы продуктивно дальше работать. Хотя, количество заказчиков уменьшилось, я думаю, что на процентов 85 из заказов. То есть, остались такие самые, я на мой взгляд рискованные и отчаянные, наверное, созидатели, я бы их так назвал. Собственно, все входит на вопрос. Но вы первые, кто проводит такой форум здесь, в Одессе? Подобные мероприятия проходят под эгидой журнала «Дом и интерьер». У них есть свой проект, который схож с нашим, но направление, я бы сказал, ядро этого мероприятия немножко другое. Под названием «Арнкаблэк». Есть еще другие подобные мероприятия, которые имеют тоже, может быть, свои преимущества. Может быть, мы в чем-то преимуществуем, может быть, там еще кто-то имеет свои плюсы и свои минусы. В любом случае, каждый проект к своему интересу. Очень хорошо, что они есть и есть чем сравнить. Может быть, что-то перенять у них и доработать у себя. Я думаю, что работа будет очень продуктивна и принесет успех и поможет многим архитекторам и дизайнерам нашего города Одессы и не только. Денис, у тебя есть такие идеи в плане реализации в городе Одесса или в городе Южном, в твоем родном городе, у тебя тоже есть идеи в плане каких-то необычных вот таких проектов? В прошлом году была сформирована идея настенной росписи на 16-этажных домах. Я обратился к городу, обратился к жителям, потому что неоднократно я видел возмущение, я слышал возмущение от горожан о том, что в городе ничего не происходит. Почему не происходит? Я думаю, что власти нашего города руководство не в состоянии охватить очень быстро все аспекты, все моменты благоустройства, технических моментов, рекреационный дизайн, зон отдыха и тому подобное. Это огромные деньги. И у меня возникла идея, чтобы каждый житель нашего города внес какую-то лепту, абсолютно искренне был бы меценатом проекта, который я сформировал. Откликнулось, я вам скажу, четыре человека, то есть четыре семьи, помогло деньгами, на те деньги было куплено 20 баллончиков, хотя на самом деле должно было быть 300. На тот момент цена была совсем другой. В силу инфляции, я бы сказал, и падение гривны краска возросла, потому что она привозится за границу. И этот проект немножко погряз в такую кучину. И сейчас я пытаюсь его за уши вытащить, веду переговоры с потенциальными спонсорами, партнерами этого проекта, которые абсолютно не относятся к нашему городу. Я думаю, что у нас получится в этом году, все-таки мы это реализуем. Что касаемо города в целом, я вижу его как образцовым городом, потому что он маленький и он требует не таких глобальных затрат, которые требуют где-то миллионники. Я считаю, что города-спутники необходимо, нужно приводить в порядок, чтобы каждый житель города, в частности Южного, вкладывал определенную ленту, чтобы чуть ли не каждую субботу или, допустим, каждый месяц были субботники, чтобы любили, создавали и не только свои квартиры, но и окружение. Спасибо. 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 Спасибо.